МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерия, если подводить итоги прошлого года, то свалок в регионе стало больше или меньше? Говорить о том, что глобальная ситуация как-то изменилась в лучшую сторону, пока рановато. Потому что создавалась абсолютно новая система обращения с отходами, создавалась у нас с нуля. И опыта такого не было, об этом все знают. Естественно, не все участники этой инфраструктуры, начиная с перевозчиков, заканчивая с подрядчиками, оказались не готовы. Но, естественно, иногда к запуску этой работы. Поэтому работать еще много есть над чем. Если говорить о карте, то там появляется значок, понимая, что красный. Как потом реагируют волонтеры, увидев его? Мы сначала смотрим на самом деле принадлежность земельного участка, и дальше уже начинаем работать с собственником этого земельного участка. То есть либо это муниципальная земля, либо земли лесного фонда. Это может быть земли сельхозназначение, частная территория. То есть в любом случае ответственность за содержание земельного участка несет собственник. И, к сожалению, как правило, большая часть свалок располагается на муниципальной земле. Потому что, естественно, нарушители у себя не мусорят. Они мусорят там, где менее заметно. Если говорить о ликвидации свалок, о вашей работе, то сколько было ликвидировано? Вообще, прошлый год и начало этого года у нас ознаменовалось большим количеством свалок биологических отходов. Как это ни странно. Потому что, к сожалению, видимо, неналажена система утилизации отходов пищевых производств. Поэтому мы находили 4 свалки с костями животных. Это были иные свалки биологических отходов. И, слава богу, к концу 2019 года нам удалось добиться их устранения. Было у нас сразу несколько свалок в Маломышском районе. Там мы выявили тот факт, что субподрядчик, который должен заниматься перевозкой отходов, вывозить их на легальный полигон, обязанности свои не выполнял. И предпочел мусор весь складировать в ближайших лесополосах. Кто должен ликвидировать данные свалки? По общему правилу, все-таки ответственность несет владелец земельного участка. Как правило, у нас земли муниципальные, поэтому занимается местная власть этим вопросом. Однако, с момента старта мусорной реформы есть иной механизм. То есть мы там, либо любой иной неравнодушный человек может сообщить о свалке региональному оператору. Региональный оператор должен выехать на место, проверить и выписать определенное уведомление собственнику земельного участка. То есть, если собственник не предпринимает своими усилиями никаких мер по устранению этого участка, то региональный оператор может своими силами убрать эту свалку, а потом выставить счет, опять же, собственнику земельного участка, в том числе через суд. Но, опять же, с учетом, что большая часть свалок находится на муниципальных землях, то есть это все равно будет происходить из наших с вами карманов, из карманов налогоплательщиков. Проблема свалок очень волнует население, а значит мы будем продолжать над ней работать. Спасибо, что ответили на мои вопросы. Это была программа интервью. Меня зовут Евгения Бакина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова